всем привет с вами елена и канал косметическая кухня бьюр на котором я либо учу вас готовить косметику своими руками либо рассказываю о секретах использования косметических компонентов в сегодняшнем видео уроке я покажу вам как легко в домашних условиях можно приготовить гидрофильную плиточку для тела для того чтобы она стала гидрофильной то есть образовывала молочко при контакте с водой я использую специальный эмульгатор эркомульс nf он является аналогом всем известного половакса через секунду я начну приготовление а вы тем временем не забудьте отблагодарить меня лайком под этим видео а также подписаться на канал если вы еще не с нами итак для приготовления плиточки мне понадобится один большой стакан емкость для водяной бани я использую кастрюлю а также небольшой набор компонентов купить эти продукты вы можете в интернет-магазине бьюр с доставкой как по украине так и в другие страны мира полный рецепт с расписанными пропорциями вода вы можете найти в описании к этому видео а я беру 55 процентов масла какао которое уже заранее взвешено масло какао служит основой для плиточки и делает ее твердой а также я добавила к маслу 17 процентов эмульсионного воска эркомульс nf который превращает масло смываемое молочко при контакте с водой затем я отправляю данный стаканчик на водяную баню до расплавления масла хочу также уточнить что моя индукционная плита поддерживают функцию задания температуры как вы видите я указала температуру 60 градусов цельсия это очень удобно при расплавлении масла поскольку предотвращает перегрев масляной фазы после расплавления масла с эмульсионным воском горячей воде я все тщательно размешиваю что получилось однородная жидкость возвращаю стакан в горячую воду и затем ввожу твердое масло манго в количестве 10 процентов вместо масла манго вы также можете использовать масло ши или хейте затем я размешиваю масло манго в горячей смеси она очень легко расплавится и этом плиту мы можем выключать нам больше не нужно нагревание масляной смеси масло манго и ши я не рекомендую плавить вместе с какао и подвергать их длительному нагреванию потому как в результате хранения в плиточке могут образоваться твердые вкрапления почему так происходит загадка но исходя из практики таких вкраплений не будет если масло манго или ши не перегревать после расплавления масла манго я достала стакан из горячей воды нам больше не нужно его нагревать и затем я ввожу смесь из десяти процентов масла кокоса пяти процентов масла кромбе а также одного процента облепихового масла данную смесь я уже заранее подготовила и увожу ее растопленные масла кокос придает плитке исключительное скольжение масло кромбе делает масляные смеси менее жирными и улучшает их сенсорный профиль а масло облепихи сушит натуральным красителем и придает смеси оранжевый цвет также смесь которая только что влила в расплавленные масла я добавила 1 процент витамина е в качестве антиоксиданта и для стабилизации плиточки при хранении мы тщательно размешиваем всю смесь и когда вы уже точно убедили что она остыла до температуры ниже 40 градусов цельсия можно ввести смесь эфирных масел в количестве 1 процент я использовала смесь эфирных масел лаванды и лангеланга и розмарина однако вы можете использовать любые масла по вашему желанию или заменить эфирные масла на бленды или отдушки затем наша задача тщательно все размешать чтобы масло проконтактировали и смешались друг с другом затем мы берем формочку лучше использовать силиконовую поскольку из нее гораздо удобнее извлекать готовую плиточку предварительно я попшикала обработала силиконовую формочку с помощью спирта спирт высох и затем я переливаю плиточку формочку не трогайте данную формочку дайте остыть при комнатной температуре это очень важно и не стоит ставить горячую смесь сразу в холодильник после того как плиточка остыла до комнатной температуры и начала загустевать только потом перемещайте форму в холодильник и оставьте плиточку в холодильнике хотя бы на сутки только в таком случае все масла хорошо затвердеют и плиточка будет комфортно храниться в ванной комнате и в результате мы получаем красивую нежную оранжевую плиточку с шикарными питательными свойствами для кожи применять гидрофильную плитку необходимо в душе на мокрое тело и при контакте с мокрой кожей она будет превращаться в молочко а на этом приготовление закончилось наслаждайтесь вашим результатом и больше времени уделяйте себе любимым с вами была елена и до встречи через неделю пока